Продолжение следует... 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 СПСС не занимался контролем работы коллектива переводчиков, в чем впоследствии Тимонин видел одну из причин появления недочетов в переводах. Новые переводы публиковались в местной прессе в течение 1960-х годов. Ряд публикаций сопровождали рисунки ЮФы, которая одновременно в 1962-1963 годах выполнила серию графических работ на сюжеты поэмы. В последствии представлены на ретроспективной выставке о корейском изобразительном искусстве в Петрозаводске и на Бранденбурге. В последствии Тамара ЮФа стала оформителем книжного издания, выпущенного издательством «Карелия» как подарочное. Новый перевод, изданный в 1970 году, был встречен неоднозначно. В сообщении для агентства печати новостей корреспондент Леонтьева указал, что новый перевод отличается высокой художественностью, близок к современному читателю. Было очень много положительных отзывов, то есть, например, статья Сидельникова в книжном обозрении, но одновременно высказывались мысли о недоработанности текстов. Самым главным критиком становится Олег Мишин. Его статья о уроке перевода «Колевалы» вызвала очень большую дискуссию. Кроме того, автор указывал, что происходит подмена двух произведений, собственной эпической поэмы Элиаса Леонарета и «Колевалы» в композиции «Кусинина», поскольку издание 1970 года выпускалось к очередному юбилею поэмы. Второе издание перевода «Колевалы» в композиции «Кусинина» вышло в 1974 году с доработанными переводчиками текстами. Поэт и журналист Иванов указывал, что даже после правок по высказанным ранее замещаниям некоторые руны кажутся скорее подстрочниками, чем литературными переводами. Вообще, этот перевод очень активно обсуждался. В фондах архива имеется две стенограммы совещания в Карельском союзе писателей о новом переводе «Колевалы», титульный лист, одно из которых вы сейчас видите. Иванов указывал, что есть лишние строки, повторение одной и той же фразы, небрежность редакторов, допущенные редакторами разочтения в именах. Например, одновременно использование нескольких имен Вени Мюнина он считал недочетом. То есть, если в поэме одновременно появлялся Уван Толонин, Сувант Толонин, Вени Мюнин. Но в целом новую редакцию 1974 года он признал приемлемой. Издание 1974 года было выполнено в Москве. В конце 1980-х годов Куси, на его взгляд на поэму Леонарета Калевала, вновь оказался в центре внимания литераторов. В газете «Ленинская правда» от 24 февраля 1989 года была опубликована статья Киуру и Мишина, в котором авторы выступали против дагматизации мнения Куси на поэме. Как и в 1980-м году, исследователи указали на подмену представлений читателей Калевали. И впоследствии Киуру и Мишин представили свой перевод поэмы Леонарета. Леонарет в XII веке провел большую работу по собиранию рун и составлению из них своей поэмы. Можно сказать, что Куси направил обратный путь от единого текста к отдельным рунам. Независимо от оценок труда самого составителя, работа над его композицией, издание «Перевод иллюстрирование поэмы» объединила многих известных деятелей культуры нашей республики. И по-своему это определенный вклад в развитие нашей культуры. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Екатерина Владимировна. Есть ли вопросы у кого-то там из участников? У меня есть вопрос небольшой. Скажите, пожалуйста, какой именно вам ближе перевод Калевала? Ну, несколько существует. Если вы, конечно, не знаю, со всеми знакомы, ну или с какими-нибудь. Я знакома с переводом Бельского, с переводом Киру и Мишина. И, соответственно, когда я готовила материал для этого выступления, я знакомилась с переводами этих четырех переводчиков. Мне больше нравится Киру и Мишин. Он более благозвучный. Но вот на мое мнение на самом деле не стоит ориентироваться, поскольку я, в принципе, люблю эпическую поэзию. И поэтому для меня даже и перевод Бельского, в принципе, который все обвиняют в тяжеловесности, кажется прекрасным. Понятно. Спасибо большое. Ну, если больше вопросов нет... Могу сказать только, что, наверное, перевод Маршака, вот из тех, что я читала, он, наверное, самый близкий к современной речи. Современной речи, да. Можно я задам вопрос? Да, пожалуйста. Спасибо большое за доклад. Я бы хотела спросить, а вот были ли какие-то достоинства поэтические, в смысле поэтики у перевода Куснина, у перевода, выполненного под руководством Куснина, какие-нибудь приобретения? Были какие-то недочеты, вы о них сказали? А были ли какие-то новые приобретения, которые действительно стали чем-то, что обогатило материал переводческий эпоса? Ну, в первую очередь, это, конечно же, то, ради чего этот перевод осуществлялся. То есть это приближение к современному языку. Как известно, во-первых, и сама поэма, то есть и первоисточник руны, они в основе своей имеют даже не современный карельский язык, не современный леонард у карельский язык, там очень много старых форм. И поэтому, когда переводчики работали над поэмой и приближали ее к современному языку, то они, конечно же, решая эту задачу популяризации, они, мне кажется, очень много сделали для того, чтобы эта поэма была воспринята людьми, ну, скажем так, далекими от эпоса. Потому что, вот сколько я читала эпических произведений, и это, понятно, не только клевало, но, в принципе, очень много эпосов европейских, они даже в переводе звучат тяжеловесно. И вот эта задача, поставленная перед переводчиками, которую они действительно выполняли, если у вас будет возможность познакомиться с этими переводами, вы увидите, что, в принципе, текст очень легок. Он, да, он теряет очень много поэтики, поэмы, он теряет вот эти вот параллелизмы, например, которые свойственны рунам. Но если вам нужно познакомиться с содержательной частью, то, в принципе, это очень хороший перевод. Ну, конечно, спасибо, Лайша. Так, есть ли еще вопросы у кого-нибудь? Дорогие коллеги, я думаю, что эпос, он не должен быть легковесным вообще. Надо тянуть себя за уши, чтобы читать героический эпос. Да, вы, пожалуйста, маршака не опускайте к Айвуну. И, конечно, достоинство эпоса именно тогда, когда дух эпический сохраняется. Когда он уничтожается, эпос теряет все. Ну, а спасибо вам за доклад. Конечно, это этап переводческий и вообще в литературной жизни Карелии. И, кстати, эта книга была прекрасно проиллюстрирована молодой Тамара Юфа, которая вознесла, можно сказать, этот перевод своей известностью, своей мировой популярностью. И эта книга стала действительно художественным таким достижением. Ну, я бы, наверное, немножко развернула. Когда я начинала иллюстрировать, она была еще молодой неизвестной художницей. И во всех документах пишется, что это молодая ленинградская художница. Как раз вот иллюстрирование Колливалы в процессе перевода ее вот этой газетной издания, мне кажется, как раз вот и обратило ее к Колливале впоследствии, потому что ее первые графические работы совпадают по времени с публикацией переводов в местной прессе. То есть это 62-63 год. Да, вы правы. Она была молодая, но она была уже популярна именно тогда, когда она была учительницей в Латвии. Она получила свою первую, так сказать, популярность своими первыми работами. Ну, условно, это детали. Но в любом случае, это этап в нашей жизни. И самое интересное, что все-таки именно этот перевод спровоцировал, простимулировал Армаса Мишина и Инна Семеновича Киуру на свой собственный перевод. Безусловно, каждый из этих переводов имеет свои и достоинства, и недостатки. И, конечно, та огульная критика, которой подвергся этот перевод, была, в общем-то, тоже не всегда уместна. Но теперь это, скорее, уже исторический документ. А книга как была, так и есть. Ну, словом, каждое поколение имеет право на свой перевод. Спасибо. Вам спасибо. 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 Спасибо.